Добрый день! Вы смотрите Финтаймс и Кербарен 21. Я Фаррида Ашралова и мы будем говорить о самых актуальных новостях мира финансовой энергетики. Президент Азербайджана утвердил поправки изменения в налоговый кодекс. В январе 2020 года обе палаты парламента Великобритании обсудят законопроект по Брэкзит, а затем состоится окончательное голосование. Грузия и Азербайджан обсуждают стоимость поставок природного газа. Президент Азербайджана утвердил изменения в налоговый кодекс. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В целом в кодекс внесено 162 изменения, 73 из которых являются изменениями, вводящими новые меры и понимания. Изменения направлены на формирование здоровой конкуренции, установление равноправной и прозрачной фискальной политики. Они позволят усилить надзор над рисковыми налогоплательщиками, усилят борьбу с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, снизят административную нагрузку и налоговое бремя предпринимателей. В числе поправок продление срока действий некоторых видов налоговых льгот, освобождение от уплаты НДС некоторых видов услуг и товаров, повышение или введение ставок акцизного налога. Установлены конкретные сроки по выдаче электронных накладных фактур. Самое главное, введены ряд льгот для физических и юридических лиц. Поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Предложение по реформированию бизнеса, спрос на революционные социальные пакеты и реформы управления. Все это повышает эффективность институтов, способствует экономическому росту, позволяет обеспечить рост инвестиций в ненефтяной сектор. За 11 месяцев 2019 года ненефтяная промышленность выросла на 13,9%. В секторе растения и водства рост составил 11,3%. Информационно-коммуникационных услуг почти 16%. Рост числа туристов превысил 11%. Согласно прогнозам, в 2020 году впервые за последние 6 лет экономический рост Азербайджана достигнет 3%. В 2021 году 3,7%. В 2019 году рост ВВП в Азербайджане впервые за 5 лет превысил 2%. Ненефтяной сектор вырос на 3,5%, ненефтяной экспорт на 16%. Инфляция в 2019 году составила ниже целевого показателя – около 2%. Курс национальной валюты Моната вырос по отношению к евро, турецкой лире, грузинскому ларе и украинской гримне. В 2020 году уровень инфляции в Азербайджане будет расти до 4,8%. И это нормальный показатель для экономики страны. Положительным фактором является то, что процесс инфляции находится под полным контролем Центробанка. За 11 месяцев года профицит госбюджета составил 957 миллионов монатов, при положительном сальдо в 6 миллиардов долларов. Стратегические валютные резервы достигли 50 миллиардов долларов, что в 5 раз превышает внешний долг. В платежном балансе Азербайджана наблюдается профицит. В торговом балансе также сформировался профицит на сумму 6 миллиардов долларов. До конца года ожидается, что профицит увеличится. Объём движения капитала покрывает торговый профицит. Кроме того, формирование профицита в общем бюджете и государственном бюджете приостанавливает развитие инфляции. Распоряжение главы государства о совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг положило начало новому этапу. Сектор фокусируется на процессах управления рисками, окружён эффективным и прозрачным корпоративным управлением и сильной инфраструктурой. Альбина Абдрахманова, CBC. Сразу после новогодних праздников агентство по аграрному кредитованию готово принять заявки на субсидии. Уже функционирует специальный портал для предпринимателей и АгроАЗ. Посредством этого портала будут выдаваться субсидии. Более половины зарегистрированных в системе пользователей успешно разместили информацию о бассейнах посевах. Кроме того, в следующем году кредитный портфель агентства по аграрным кредитам и развитию планируется увеличить до 150 млн. монатов. При этом объём выданных льготных кредитов может достичь 40 млн. монатов. В текущем году кредитный портфель агентства по сравнению с годом ранее увеличился на 50% и превысил 118 млн. монатов. В этом году число фермеров, получивших льготные кредиты, составило 717, объём кредитования составил около 21 млн. монатов. Агентство предоставляет кредиты уполномоченным организациям за по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей не превышает 7% годовых. Основной объём инвестиций был направлен фермерами на закупку сельхозтехники и скота. Фермеры приобрели около 4000 единиц техники и около 4500 голов скота. Все кредиты и субсидии на покупку необходимой техники и скота фермеры получили на основе льгот, предоставляемых государством. В 2020 году кредитный портфель агентства продолжит расширяться. Американские фондовые индексы не изменились. Накануне фондовые индексы США завершили укороченную торговую сессию вблизи исторических максимумов, подтвердив традицию предновогоднего ралли. Более короткий период – последнюю неделю декабря и первые два дня января – называют в США Санта-Клаус ралли. В среднем, начиная с 1950 года, в эти дни индекс S&P растет на 1,3%. Сегодня азиатско-тихоокеанские рынки показывают рост. В то время как биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с празднованием Католического Рождества, шанхайский индекс Shanghai Composite показывает рост на 0,9%, Shenzhen Composite на 0,7%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi на 0,36%. Положительная динамика связана в первую очередь с грядущим подписанием первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которая намечена на первую половину января 2020 года. Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками. Как отметил наш эксперт, в центре внимания трейдеров остаются торговые соглашения США и Китая. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров. В январе следующего года обе палаты парламента Великобритании обсудят законопроект по Брекзит, после чего состоится окончательное голосование. Между тем, сторонники Брекзит празднуют предварительное одобрение парламентом Великобритании законопроекта премьер-министра Бориса Джонсона о выходе из Евросоюза. Ранее палата общим проголосовала за законопроект о снятии средств, который обязывает Великобританию покинуть ЕС 31 января и завершить торговые переговоры с ЕС к концу 2020 года. По мнению торговых экспертов и официальных лиц, будет сложно заключить соглашение о свободной торговле с ЕС в течение 11 месяцев. Однако Борис Джонсон утверждает, что не согласится на дальнейшее продление. Отметим, что в законопроект о Брекзит были внесены поправки, запрещающие министрам договариваться о продлении переходного периода с Европейским Союзом. Это тот момент, который нам пришлось так долго ждать. Это победа народа. Правит демократия. Я очень довольна. Я в восторге. Я просто рада. Я думаю, нам нужно быть осторожными и сейчас, и до декабря 2020 года, когда мы, наконец, полностью покинем ЕС. Это переходный период. У нас не будет представительства в Европе. Я очень рада, что эта сделка состоялась. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Хорошо, когда каждый соблюдает свое слово и усердно над этим работает. Я думаю, что это большое облегчение для многих людей. Это продолжается так долго. Люди устали. Они хотят просто положить всему этому конец. Сегодня, наконец, одоблено соглашение о снятии средств. Завершите сделку, и мы, наконец, сможем вернуться к нормальной жизни. Власти Италии решили ввести с 1 января 2020 года налог в размере 3% на цифровые компании, чья глобальная выручка превышает 750 миллионов в год. Ожидается, что новый налог принесет бюджету страны дополнительные 700 миллионов евро в год, учитывая, что объем продажи в Италии составляет около 5,5 миллионов евро. Данный шаг предназначен для предотвращения уклонения транснациональными технологическими гигантами от уплаты налогов путем размещения штаб-квартир в странах с низким уровнем налогов в Европе. Ранее аналогичный налог ввела Франция, что вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона. Технологические компании заявили, что поддерживают процесс изменения налоговых правил, но выступают против таких односторонних цифровых налогов. Поскольку продукция разрабатывается в США, цифровые производители платят основную часть своих налогов в этой стране. По мнению Министерства финансов Франции, данный налог простимулирует США на разработку глобального соглашения на уровне Организации экономического сотрудничества и развития. Ожидается, что министры финансов Франции и США встретятся в ямбаре. По сообщению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, продолжаются переговоры с Азербайджаном, основным поставщиком природного газа. Отмечается, что тариф на газ для населения Тбилиси в 2020-2022 годы снижены. Риски берет на себя комиссия, которая обязуется компенсировать издержки, включая валютный риск. Согласно решению, тариф для населения Тбилисской газораспределительной компании Тбилиси Энерджи снижен до 43,3 тетри за 1 кубометр с учетом НДС. В настоящее время компания обслуживает более 455 тысяч абонентов в Тбилиси, в том числе около 438 тысяч социальных и более 17 тысяч коммерческих абонентов. Цены на нефть продолжают рост на фоне возможного снижения запасов сырья в США и на усиление оптимизма относительно перспектив торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Ожидается, что Министерство энергетики США в конце недели сообщит о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе примерно на 1,8 млн баррелей после сокращения на 1,1 млн баррелей недели ранее. Эксом Мобиль совместно с партнерами обнаружили 15-е месторождение на шельфе Гаяна. Благодаря этому открытию увеличится общий объем извлекаемых запасов блока Стабрук, оценивая в 6 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Мурение скважины Маку-1 позволило обнаружить пласт высококачественного нефтяносного песчаника толщиной около 50 метров. Глубина скважины составляет более 1600 метров. Тем временем на месторождении Лиза, которая стала первым открытием Эксон, на шельфе Гаяна уже получена нефть. Первая фаза разработки этой залежи была запущена 20 декабря. Плавучий добывающий комплекс сможет добывать здесь до 120 тысяч баррелей в сутки. Буровые работы на шельфе Гаяна одновременно ведут сразу 4 глубоководных буровых судна, нанятых Эксом Мобиль. Площадь блока Стабрук превышает 26 тысяч квадратных метров. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова